Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И начнем мы с обсуждения низкопробного шоу под названием «Импичмент». Да, лучше и не скажешь. Шоу самого низкого пошиба, но никуда от него не деться. Но надо нам обсуждать и его. Как напоминаю, человек, который был кинокритиком, приходилось писать совершенно поганых во всех отношениях фильмах. Ну, вот то, что мы видим, как раз в таком же духе. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И самое главное, что для демократов теперь импичмент Трампа, ну, это почти, знаете, как идеальный выход из любой ситуации. Экономические проблемы. Во всем виноват Трамп, импичмент ковид, импичмент Трампу Украины, импичмент Трампу беспорядки. Если это беспорядки, в которых напрямую вроде бы не задействованы столь любимые демократами левые активисты, обязательно импичмент Трампу. И за всем этим сама идея импичмента превращается в фарс, шоу и, если уж быть до конца откровенным, дебилизм. За всем этим теряется, собственно говоря, смысл работы Конгресса вообще. И всем этим открываются просторы для небывалых, для какого-то небывалого маразма и какими угодно словами это называйте в будущем. Ну, потому что, давайте вспомним еще Джорджа Анастапло был такой человек, не самый известный, может быть, даже в консервативном движении, из-за своих весьма своеобразных взглядов по ряду утверждений. Тем не менее, он еще, когда была история с Никсоном, кстати, Анастапло не был ни с какой стороны поклонником 37-го президента. Но он тогда написал, что если импичмент используется для выражения личной ненависти, личной неприязни к президенту или попытки отменить какие-то результаты выборов, результат голосования или результат выражения доверия к президенту, то импичмент как таковой, он прекращает быть конституционным явлением, а становится абсолютно бессмыслицей и просто попыткой свести счеты с человеком, который выиграл и пользуется большей популярностью, чем вы. И вам надо этого человека убрать, поставить на место и так далее. Что, собственно говоря, Конгресс и делает. При этом, я так скажу, что один положительный момент здесь все-таки есть. И этот самый момент, он будет особенно очевиден в ближайшие, я все-таки надеюсь, два года. Речь идет вот о чем, что когда демократы прежде всего в палате представителей затевали весь этот идиотизм, что в прошлом году, что в этом, с импичментом, то они на это тратили очень много усилий. А когда демократы занимаются заведомой ерундой, к тому же обреченные на поражение, то это очень хорошо, потому что это их отвлекает от своей заведомо левой повестки. И хотя, конечно же, я сегодня это не раз еще повторю, и к тому импичменту, и к импичменту нынешнему у меня отношение резко отрицательное, потому что это вот именно то, о чем говорил еще в 70-е годы Анастапла. Но все-таки надо отдать демократам должное. Какое-то количество своих идиотских идей они не успели протолкнуть, так как были увлечены импичментом. Теперь у них в ближайшие, повторюсь тоже, два года, я надеюсь, будет возможность, увы, на всех нас обрушить свою левую повестку. И здесь, таким образом, появляется опасность уже иная. Потому что, с одной стороны, когда конгрессвумен Марджри Тейлор Грин, ну, женщина чересчур эмоциональная и порой говорящая не совсем то, что надо, прежде всего, в отношении все тех же Сноудена с Ассанджем, но я, по идее, согласен с ее точкой зрения, что вот 21-го числа, как она говорит, и хотя ее там уже начинают, я смотрю, зажимать, что сразу же надо представить в Палате представителей статьи обвинения Байдену, потому что нам не нужен президент, который там непонятно с кем путается, и непонятно, что вообще делает, и что из себя представляет. И, в принципе, Тейлор Грин право. Байден импичмента заслуживает, сразу не сходя с местом, прямо после инаугурации. Но вот здесь мне бы, конечно, не хотелось, чтобы республиканцы в эту игру тоже вовлеклись, и пытаясь убрать Байдена, чтобы под это дело не дали демократам протолкнуть уже их, заведомо левые, еще раз тоже повторяю, еще раз говорю, заведомо левые идеи. Так что, как одна из частей противостояния демократам и Байдену, импичмент стоит держать в уме, и, наверное, останавливать Тейлор Грин не стоит. Но увлекаться этим тоже не надо, а то потом начнется, а вот вы, а вот вы, а вы первые начали, а вы вторые, и так далее. Но, опять, ящик Пандоры, он открыт, и теперь во что все это посмешище с импичментом вылиться, представить себе сложно. Забывается и принцип, а для чего, собственно говоря, Конгресс, ну, или Сенат существует. Если мы с вами вспомним то, что лучшую книгу о политике всех времен, а именно федералиста, то в 63-м федералисте Мэдисон писал, что задача Сената, прежде всего, это в том, чтобы сковывать какие-то чрезмерные популистские и прочие увлечения народа, о чем потом народ может пожалеть. Но, когда Сенат уходит в такую ерунду, как импичменты на пустом месте, почему на пустом, об этом еще я тоже сегодня скажу, и все, что с ними связано, то эта функция у Сената оказывается утраченной. Ну, а если тоже неизбежно сыпать соль на рану не хочется, но приходится, мы с вами и видим, что Сенат теперь тоже так или иначе под контролем демократов, то дальнейшая деградация этой палаты Конгресса, она, увы, может быть не за горами. И вот этот самый импичмент очередной, все это лишнее свидетельство, лишнее подтверждение всем тем бессмысленным, ну, бессмысленным для нас, для демократов-то у них там богат смысл, процессам, которые, к сожалению, происходят и развиваются. И не будем забывать то, о чем говорил я, и мне очень жаль, что здесь я оказался таким правительством, с позволения сказать, потому что вы помните мое тоже постоянное предупреждение, что, конечно же, демократы не остановятся на одном Трампе. Они Трампа пытаются убрать откуда только угодно, но потом возьмутся и за его союзников. И уже против Мо Брукса в Палате представителей выдвигаются обвинения, что ему вынести суровое порицание наподобие того, которое в свое время загубило карьеру Маккарти, кстати сказать. Ну, а Джо Мэнчин, сенатор, который, кстати говоря, ведь позиционируется едва ли, ну, если не консерватор, то едва ли не центрист, но уже он говорит, что вот таких сенаторов, как Круз и Хоули, их бы надо из Сената вообще убрать, потому что они вот подстрекали, призывали, и по Конституции не имеют права в Сенате находиться. Тут же он говорит, что там Круз вполне себе яркая и интересная личность, но тем не менее. А если официально сделанный демократами центриста Мэнчин такие вещи озвучивает, то это повод, в общем-то, серьезно побеспокоиться всем нам и понять, что даже если сейчас все это, скорее всего, захлебнется, но при первом возможном случае такое произойдет. Пока травля идет у нас в основном через СМИ и соцсети, о чем, я надеюсь, мы тоже сегодня успеем поговорить, но то, что либералы, они всегда готовы свой тоталитаризм развернуть уже непосредственно в подвластных им структурах власти, об этом тоже мы с вами забывать не будем, и слушая выступления того же Мэнчина и же с ним, мы должны это помнить. Что касается, да, уже непосредственно самого импичмента, то, естественно, как себя поведут сенаторы, сказать мне сложно, сейчас республиканцы уж слишком озабочены выживанием, вы помните, это было одной из тем нашего прошлого выпуска, и они могут повести себя совсем не так, как нам бы хотелось, но при этом, если мы с вами рассмотрим обвинения против президента, то увидим, что они абсолютно не выдерживают, ну, не то, что критики, а какого-то более-менее осмысленного подхода. Есть такой преподаватель, юрист и в прошлом прокурора, Мэтью или просто Мэтт Пинскер, он очень хорошо это разобрал, если найдете, почитайте, ну, и я немного добавлю от себя, что предлагают юристы, которые в законах американских разбираются, и почему, по их мнению, с юридической точки зрения, импичмент – это пустой звук абсолютно, потому что Трампа предъявляют обвинения в том, что он тоже подстрекал, призывал и так далее, и тому подобное, но есть такая штука, она называется несколько длинно, но, тем не менее, Бранденбургский тест. Бранденбург – это в данном случае не географическое понятие, а имя, потому что был такой весьма неприятный человек по имени Кларенс Бранденбург, который в Куколксклане, в Агайо, насколько я помню, был фигурой важной, и вот в начале 60-х годов на каком-то мероприятии он толкнул речь, где заявил, что все кругом плохо, поэтому черных в Африку, евреев в Израиль, ну и стандартный набор российских и антисемитских высказываний. И на этом мероприятии присутствовали куколксклановцы, в том числе вооруженные, кстати говоря. И тогда Бранденбурга штат обвинил во многих прегрешениях в подстрекательстве и так далее и тому подобное, но у него нашлись грамотные юристы, дело долго-долго, как всегда, мыкалось, и, насколько я помню, речь его была в 1963 году, а в 1969 году дошло дело до Верховного суда, и Верховный суд постановил, что власти не имеют права пресекать даже призывы к каким-то насильственным действиям, если не существует обязательный, неминуемый, имменент в оригинале, неминуемые угрозы, связанные вот с этими самыми высказанными. Понятно, что формулировка достаточно, туманная формулировка достаточно такая, обтекаемая, и более того, после нее следовавшие прецеденты по некоторой иронии они зачастую оправдывали как раз активистов левых, но раз вот этот самый Бранденбургский тест существует, раз такой прецедент есть, то, согласно ему, никакие обвинения против Трампа, они, повторяю, не работают, потому что никакой неминуемой угрозы, никакой связи действий прямых выступления Трампа и того, что мы потом увидели, доказать этого абсолютно невозможно. Более того, есть такое понятие, как момент охлаждения, если угодно. Смысл его в том, что если между выступлением, которое вот может быть спорным, так мягко скажем, и какими-то действиями проходит достаточно большой временной отрезок, то уже подразумевается, что это не является неминуемой угрозой. То есть, если бы Трамп, стоя на ступенях Капитолия, сказал вперед, штурмуем, разносим, и это тут же бы случилось, тогда да, у него были бы неприятности. Так, место его выступления было достаточно далеко. Сейчас я даже оставляю в стороне то, что там были провокаторы и так далее и тому подобное. Мы сейчас с вами рассматриваем только претензии к Трампу. Что это было достаточно далеко. Прямых призывов, прямого никакого намерения при всем желании в словах Трампа найти нельзя. И если слушавшие Трампа прошли какое-то количество времени, именно времени, расстояние во времени здесь измеряется, а не в метрах и километрах, то подразумевается, что вот прошел этот самый период охлаждения, и значит, слова Трампа, даже если бы они были опасными, они бы уже эффекта не имели. Поэтому здесь, как видите, с юридической точки зрения, все рушится. Бранденбургский тест, как к нему не относись, хорошо или плохо, он целиком и полностью Трампа оправдывает. И следование прецедентам Верховного суда то же самое. Если же многие критики Трампа могут сослаться на то, что он там в Триттере пишет, но здесь, как объясняет нам все тот же Пинскер, работает уже прецедент фактический. То есть, если у кого-то возникнет желание посмотреть, как Трамп подавал свои предыдущие митинги, то там обязательно какие-то красивые, эффектные слова были. И ничего не происходило. Поэтому считать, что вот в этот раз он написал там что-то такое страшное, опасное слово «wild» или что-то подобное, и вдруг видеть, что раньше это не работало, а сейчас сработало, как подстрекательство и так далее, то тоже это абсолютно никак не сработает и никакого смысла не имеет. И тоже, заметьте, я здесь даже не буду сейчас спускаться в разговоры о том, что посмотрели бы на себя. Не буду вспоминать того огромного количества призывов к насилию, к свержению, к взрывам, к убийствам, к пьесам и к черт знает к чему, которые мы с вами наблюдали эти четыре года против Трампа. Это мы все и так знаем, я даже не буду это повторять. Просто мне важнее было вам здесь показать, что сам по себе, даже если мы отвлечемся от эмоций, даже если мы забудем на минуту, что демократы вели себя гораздо хуже, это и так понятно, но даже если мы вот на это с вами не обращаем внимания, то все равно мы видим, что идея импичмента, она негативная в принципе, она дурно влияет на политическую жизнь в Америке, она развращает и губит функции Конгресса, и она пустая с юридической точки зрения. Но это возвращает нас к начальной моей идее, пусть она тоже и была связана с цитатой, но все это лишнее напоминание всем нам. Закон, порядок, юридические прецеденты, как к ним нет наносить и прочее, они все выброшены. Есть только чистая политика, есть только желание убрать ненужного человека и по возможности убрать всех, кто этого человека так или иначе поддерживает, а то, что под это дело будет нанесен, уже он нанесен, наносится и будет наноситься, он такой масштабный удар по всей американской системе, ну, кого это волнует. Нам рассказывают, что Трамп якобы американскую систему губил, хотя теперь даже на основе того, что я вам рассказал за последние 10-15 минут, мы видим, что от демократов вред гораздо более внушительный, и этот вред будет продолжаться. Поэтому здесь, как видите, импичмент, это абсолютно ничего в его поддержку и оправдание сказать, человек вне политики даже, повторяю, вне политики он не может. Это чисто политическое мероприятие, никак не связанное с реальным положением вещей, но могущие иметь очень и очень печальные последствия. Ну, вот здесь я, видимо, умолкну. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Я бы хотел еще вернуться к самой процедуре, как проходил этот импичмент. И должен сказать, что он мне напомнил деятельность троек особых сталинских времен, когда тройки выполняли функцию прокурора, судьи, да и исполнителя порой. То есть, во время слушаний не было так называемых слушаний. Не было представлено ни одно свидетельское показание, ни одного свидетеля не вызвали, никого не заслушивали, а они дали возможность, не пригласили ни представителей обвиняемой стороны, чтобы они представили свою версию происходящего. То есть, вышли такие оголтелые демократы, которые выплескивал желчь в публику, зная, что все это транслируется по телевидению, называли его главным расистом, супремасистом и кем только ни называли. И вот на основании их выступлений они предъявили ему обвинение. Да, и я еще тоже тут встряну, вы мне напомнили, что, во-первых, вы очень верно заметили, что они берут на себя функции всех ветвей власти, демократы, а это уже подрыв того, что хотели создавать отцы-основатели, потому что смысл американской системы, и тот же федералист нам про это говорит, все три автора, именно в том, чтобы ветви власти, они были разделены. А здесь мы с вами видим, что палата представителей, это стало не палатой законодательного собрания, а разом с судом, который потом еще и приговор пытается привести в исполнение. Удар по системе. Ну, а что касается людей, которые так называемые менеджеры по импичменту, но мы совсем недавно говорили с вами про Сволуэлла и про его подвиги, которым место в эротических комедиях про шпионов не самого высокого качества. Но человек, который связан с китайскими шпионами, и что он им там передал, мы до сих пор не знаем, кстати говоря, и вряд ли узнаем, к сожалению, он занимается импичментом президенту, который, кстати, оправдан, как вы помните, после комиссии Те Мюллера пресловутой, и что-то там обвиняет его в каких-то связях, неизвестно с кем, ну, в данном случае не связях, а в связях он его обвинял раньше, в данном случае в подстригательстве. Ну, это уже, знаете, ни в какие ворота. Постыдились бы, по крайней мере, такую одиозную фигуру ставить в эту самую оперу мыльную под названием импичмент. Ну, нет, с Волуэлл там был. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. А, да, ну, там не закончил, Иван? Закончил. Я слушаю вас, здравствуйте. А, хорошо. А я вот что хотел сказать. Ну, вот я бы точно сказал бы, что вот Иван, надо в Сенат, потому что длинные рассуждения как раз для них. А вот Сергей в Сенат не пройдет. Коротко сказал, что все и так ясно. Потому что Ершович коротко сказал, профессор Гарвардского университета, и нам всем должно быть понятно, за слова не судят, за дела судят. И он ничего не сказал. А все эти рассоворы туда-сюда, даже если бы он стоял и мучал, его все равно бы засудили. И все это очень сработало. Я думаю, что я почти уверен, что без FBI там не обошлось. Хотя люди были с открытыми лицами, ну, и провокаторов из Блайклайпа можно тоже с открытыми лицами пойти. Поэтому Трамп просто попался в ловушку. И он, не знаю, чем он думал раньше, когда шел сушить болото, он что, не понимал, что он сушит болото, где люди живут. И хорошие, и плохие. Вы знаете, что? Спасибо большое за ваш звонок. Трамп действительно пытался осушить болото. Трудно было себе представить глубину этого болота. Ну, а если уж человек отважился, честь ему и хвала. Кстати, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день, господа. Во-первых, я хочу поздравить всех с наступлением эпохи Шарикова. И, к сожалению, мы ничего изменить не можем. И второе маленькое замечание. Мы идем ленинским путем. Демократы делают все, чтобы любая кухарка могла править страной. Кого он набрал, я думаю, не нужно перечислять и называть их заслуги перед страной. Так что, к сожалению, мы идем тем путем, через который должны, наверное, были пройти, чтобы где-то в голове что-то перевернуло. Спасибо. Не думаю, что у кого-то что-то перевернется в голове, потому что яркие тому примеры есть. несмотря на то, что были рассекречены документы, связанные с операцией по контроперации Папа Трампа, в общем, не помню, Хуракейн, по-моему, называется. Да, Хуракейн. И, тем не менее, ну, это как бы было, люди упрекают, вот надо было раньше, позже, неважно, раньше это было сделано, позже это было сделано, поскольку это вообще на самом деле предназначалось для суда общественности. вот эта информация, чтобы общественность смогла, так сказать, вздрогнуть, но, к сожалению, значительная часть или половина населения страны уже настолько пропитаны ненавистью и пропагандой, что факты их просто не интересуют. Абсолютно. Даже если будут опубликованы, и у них есть, они уже опубликованы, частично, есть возможность прочитать непосредственные документы, они просто этого делать не будут. В лучшем случае, а в худшем случае они будут говорить, что это Кремль все это напечатал и вот, так сказать, распространяет дезинформацию. Давайте еще звонок по им. Добрый день. Здравствуйте. Это Ирина из Атланта. Хотела задать вам вопрос по поводу всех этих судебных разбирательств. Я помню, что вроде бы Высший суд справедливости взял на рассмотрение дела от Трампа по поводу выборов, и они назначили то ли на 20-е, то ли на 22-е января. То есть, знаете, есть ли у вас какие-то сведения по поводу того, будут ли они это рассматривать? Я понимаю, конечно, Трампу это не поможет, но я думаю, что нам бы это помогло в связи с избирательной системой. Было бы хорошо, если бы суд все-таки разобрал его. То есть, есть ли у вас какие-то сведения? Спасибо. Спасибо. Наверное, про Верховный суд речь шла. Я не припомню все, что мне попадалось, это то, что Верховный суд отвергал иски. Ну, может, я упустил что-то, но не помню я такого. Что касается прорехов в законодательстве и в избирательной системе, ведь два ярчайших представителя республиканцев в Сенате, имею в виду Холлой и Круз, на самом деле настаивали на том, чтобы создать комиссию. Такая комиссия была создана в свое время после выборов 2000 года. Картер возглавлял по-моему с Бейкером эту комиссию и они выдали рекомендации после того, как комиссия отработала несколько лет. И все эти рекомендации были учтены демократами, но не в том смысле, что исправлены или, так сказать, наоборот, все недостатки, которые были указаны этой комиссией, были использованы демократами на последних выборах. Так вот, Круз и Холли на самом деле предлагали создать комиссию, а не разобраться с тем, чтобы в будущем как-то избежать проблем, связанных с выборами, за что подверглись звериным атакам. Байден сравнил их с Геббельсом. Раздались голоса о том, мало того, что Байден понятно, Байден это вся демократическая банда с этими понятно, но ведь республиканцы некоторые начали говорить о том, что надо бы их из комиссии, из комитетов убрать. Ну, да, и меньшины, я приводил вам пример. А вообще, знаете, когда заходят разговоры о том, что это все происки, сами понимаете, кого вы знаете, я всегда за то, что Путин лишний раз обвинить, он действительно тот еще поганец. Но Путин точно не завербовал Джорджа Мэйсон. А Джордж Мэйсон еще во время дебатов о принятии Конституции, это, конечно, 17 века, сказал, что происки американской элиты аристократии могут стать гораздо большей катастрофой и проблемой, чем любое иностранное вмешательство. По этому поводу и Линкольну высказался, что если мы дрогнем и потеряем свободу, то не потому, что угроза извне, а потому, что мы внутри себя потеряли свою свободу. Представьте, что Мэйсон и Линкольн это все путинские агенты, но извините. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, продолжим, и если будут звонки, примем, буквально через несколько минут после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Иван, я обещал принять звонки, давайте я выполню свои обещания. Конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вы сказали все более чем правильно, и все разумно очень, но мне кажется, что одна из серьезнейших трагедий произошедшего это то, что судебно-правовая система в стране умерла. можно и так сказать. Спасибо за ваш звонок. Еще не дождался. Ну что, заканчивая эту... Нет, давайте все-таки перейдем к Оруэллу. Оруэлл остается... Едва ли не постановится, даже я бы сказал. Мы уже свыкли с тем, что Оруэл главный писатель века 20-го. Повторяю, лучшие и главные две разные вещи, но он главный. Но то, что происходит в мире, при этом уже во всем мире, сейчас это напоминает нам, что Оруэлл становится и главным писателем века нынешнего. И более того, его реплика 49-го, кажется, года, что действие 84-го происходит в Англии, потому что надо было показать, что даже англоязычные нации могут стать тоталитарными, и что у них нет иммунитета против тоталитаризма, даже это его предсказание в той или иной степени сбывается. Но для начала вспомним, что, как я вам уже говорил, это все так делают, определенные представители партии всегда так или иначе озвучивают какие-то идеи, которые потом будут обкатываться, будет восприниматься реакция на них, и по этой реакции они будут правящие на тот момент уже партии приниматься или нет. И Акасия Кортес, Акасия Кортес вот тут предложила, что нужна как раз комиссия, которая будет как-то там управлять, следить, и там было rain-in, управлять скорее всего средствами массовой информации и всем, что не понравится, чтобы не было таких, по ее мнению, неграмотных новостей, которые поддаются неграмотно и так далее и тому подобное. Мы с вами знаем, что как только тоталитарные левые решают, что кого-то надо заняться чьим-то образованием, то получается гулаг культурной революции и далее через запятую, поэтому подобное предложение уже должно всех нас напугать, ибо это будет вот совершенно и абсолютно Оруэловское Министерство Правды. Как бы эта комиссия кому бы она не относилась, как бы она не работала, но раз ее нам предлагает создать Кортес, то мы все понимаем, к чему это приведет. К управлению, корректировке фактов в нужную сторону, все большинство так называемых факт-чекеров, те, кто проверяет их биографии на том же Фейсбуке, находят у них полным-полно левых связей и либеральных и всего, что с этим связано, поэтому, что будет в такой комиссии, мы понимаем. Здесь я позволю себе небольшой, не слишком серьезное такое авторское отступление, если хотите. Да, вы помните, что Кортес, я величаю Пучеглазкой или Саню Пучеглазкой, есть способ хороший, как сделать так, чтобы она не сильно раздражала. Я поделюсь с ними, да, время мне позволяет. Значит, это все можно сделать дома, главное, чтобы вам было больше 18 лет все-таки и чтобы у вас было спокойное отношение к ненормативной лексике. Не пугайтесь, я не буду ничего цитировать. Итак, проверьте, чтобы рядом тоже не было никого младше 18 лет или кто болезненно реагирует на эту самую лексику. На Ютьюбе наберите на русском языке экзорцист или слушай экзорцист «Саня», полностью название песни я вам не буду говорить опять же по основным причинам, и когда у вас откроется то, что откроется, вы поймете, почему я название этой песни полностью говорить не буду, то вы ее послушаете. Это меньше минуты, вы слушаете, не обращая внимания ни на художественные, ни на музыкальные достоинства, их там нет, и на самом деле они нам не нужны, но, поверьте мне, пусть так вы ее послушаете, 40 секунд, всякий раз, когда будет появляться Саня Кортес, ну, может у вас крепкая нервная система, такой у вас не будет реакции, но вот когда я ее вижу, у меня эта песня автоматически в голове включается, и мне как-то сразу становится спокойнее, я понимаю, что я, к сожалению, не могу от нее избавиться никак, и мы не можем, пока ее не переизберут, увы, но, вот, чтобы спокойнее на нее реагировать, этот метод я вам рекомендую, помогает, проверял тоже на людях, говорят, работает хорошо, ну, значит, что касается Кортес, мы разобрали, но, в целом, то, что мы с вами наблюдаем последние недели, это, ну, предсказание тоже уже не Оруэлла, а всех, кого не возьми, консерваторов, начиная от моего любимого Кендалла, заканчивая Рейганом, и что хотите, потому что мы с вами помним, что изначально свобода слова как такова, эта штука вообще очень-очень сложная и неоднозначная, потому что где та самая опасная граница, которую нельзя переходить, ну, мы толком не знаем. А ци-основатели на самом деле были людьми более суровыми, чем мы думаем, и полагали, например, что на местах свобода слова не является приоритетной, что Конгресс не должен ее регулировать ни в коем случае, но если мы почитаем часто поминаем во мной судью истории, то и он говорил, что свобода слова не подразумевает то, что можно говорить вообще все, что заблагорассудится, губить репутации людей, обвинять их в том, чего они не делали и так далее, что нужна ответственность. С другой стороны, Кендал, тоже мной часто поминаемый и весьма уважаемый, он обращал наше внимание на другое, что когда либералы внушают обществу, что абсолютно все идеи равны, и что идеи отцов-основателей и идеи Маркса, Энгельса, Ленина одинаковы, то в какой-то момент наступает такой момент, когда общество перестает понимать, что правда, что неправда, и вот тут либералы показывают себя во всей красе, так как либералы по сути свои тоталитарные силы, и они начинают насаждать и давить на всех несогласных, и то, что им недавно якобы они себя позиционировали сторонниками равенства всех идей вообще, здесь же они вытесняют все, что им не угодно. Вот такой неизбежный момент, он происходит, и о нем Кендалл предупреждал еще очень и очень давно, это 50-е, 60-е годы, и мы с вами это видим, тот самый механизм, который предлагали отцы-основатели, говоря, что есть истины, раз истины есть очевидные, то мы должны их защищать, он, к сожалению, сошел на нет, а либералы, они 4 года обвиняли Трампа, черт знает в чем, и каких угодно республиканцев, и не только 4 года мы можем с вами забраться и в далекое прошлое, сейчас, когда они чувствуют, что получили власть, они начинают вытеснять абсолютно всех, с кем они не согласны, и если они недавно возмущались, как вы там можете критиковать Нью-Йорк Таймс за то, что взяли эту азиатскую женщину с труднопроизносимым именем, несмотря на ее призывы убивать белых и так далее, свободу слова, тем не менее, Трамп за его, как мы уже с вами говорили сегодня, абсолютно безобидные на самом деле твиты запрещаются и сгоняются, людей, которые ставят материалы с критикой выборов или с их оценкой какой-то неугодной властям, даже не властям тут важный момент, а вот этому слиянию большого бизнеса с правительственными структурами, с бюрократией, эти самые фактчекеры набегают и вешают страшные ярлыки, и мы с вами видим, что идет полное вытеснение на данный момент, но это, к сожалению, люди, когда им это нравится, они начинают разгоняются уже во все, идет вытеснение абсолютно всех неугодных точек зрения, и тоже к теме, к которой я часто возвращаюсь, и даже дело не только в Трампе и в консерватизме, если вы посмотрите на материалы, связанные все с тем же пресловутым ковидом, локдаунами и так далее, то и здесь любая критика действий, нацеленных на ограничение свобод, на все, что с этим связано, она сразу критикуется, вытесняется и поддается, как конспирология, черт знает что, про любую критику БЛМ это сразу расизм, поэтому тоже вытесняется и запрещается, и мы с вами сталкиваемся с тем, что мы имеем, и если вспомнить это знаменитое высказывание Рейгана, что фашизм придет в виде либерализма в Америку, то есть, когда вроде бы частный бизнес он есть, но он находится под таким контролем, но Рейган говорил правительство, сейчас, наверное, разумнее сказать бюрократии, что происходит на самом деле слияние большого бизнеса и бюрократической структуры, и это слияние оно уничтожает на своем пути всех и вся, и если мы вспомним еще одно предупреждение, еще из 19 века от Гровера Кливленда, который говорил, что есть коммунизм низов, то есть, агрессивных людей, нацеленных на уничтожение закона и порядка, но есть еще и коммунизм большого бизнеса, людей жадных, халчных, сливающихся тоже в такую угрожающую массу, то вот эти вот самые два коммунизма, они на сегодняшний день по всему миру, не только в Америке, к сожалению, они празднуют победу, временную или нет, мы с вами посмотрим, но то, что Министерство правды в руках Кортес, Байдена, Харрис и Ижи с ними, это реальная, как раз прямая и реальная угроза, для меня это совершенно бесспорно, для меня это совершенно очевидно, мы с вами это наблюдаем, и все разговоры о том, что частные компании имеют полное право, частные компании имеют полное право, но если это частные компании работают явно в связи, в сцепке с бюрократией, то их объективность и даже их частность у меня уже вызывают серьезные сомнения. И завершая этот фрагмент, я бы еще обратил ваше внимание, нас четыре года пугали Трампом, что он всех разгонит, всех закроет, всех посадит. Где это? Кого из проклинавших, угрожавших Трампу посадили, закрыли, запретили? Трамп мог говорить, мог что-то писать, высказывать какие-то эмоции, мы могли на это по-разному реагировать, но ни одного, поправьте меня, если я не прав, ни одного действия с его стороны, да еще обход Конгресса, нацеленного на уничтожение свободы слова первой какой-либо и остальных поправок не было. Байден еще к власти не пришел как таковой, а мы уже видим атаку на свободу слова по всем социальным платформам и не только. Это лишний раз нам напоминает, кто же все-таки у нас представляет на сегодняшний день возрождение тоталитарных сил и как они стараются маскироваться, сваливая все на других. Поэтому с этим тоже надо быть очень и очень осторожным. Здесь я, пожалуй, умолкну и если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово. Ну да, на протяжении всего президентства Трампа его обвиняли в том, что он диктатор и тиран. Хотелось бы услышать хоть одного Нева Трампера, который бы мне сказал, что да, действительно Трамп тиран. И хотелось бы, чтобы он привел пример, когда это тиран и диктатор подвергался цензуре, а не наоборот. Вот был ли такой случай, когда диктатор в той или иной стране подвергается цензуре? Не было такого случая. Что касается фактчекеров, о которых вы упомянули, ну, с этими подонками все понятно. Но есть еще такие мелкие-мелкие людишки новотрамперы. Я сделал репост фотографии, на которой Трамп вручает Purple Heart медаль молодому парню, который восстанавливается после тяжелого ранения в госпитале. Так в качестве комментария вот такой мизерный человечешко ничтожный поставил факт чекерс. И вы знаете, смысл или основная претензия, что это фейк дейтинг. То есть не дата, когда была опубликована фотография реальная, а что это было несколько раньше. То есть сам факт имел место быть, фотография не фотошап, это реальная фотография, но под заголовком фейк дейтинг, факт, чекеры пытаются все это дело под ковер замести. В общем, с этими понятно, но меня больше раздражают вот эти мелкие людишки, которые используют вот этот трябедень для того, чтобы попытаться как-то очернить президента. Абсолютно мелкие люди. Да, я вам приведу пример из отечественного, из отечественных сетей. Есть у нас такой, да, во-первых, кстати, не так давно прошла любопытная заметка о том, что канадского, правда, автора, что на самом деле российский консервативный оппозиционер Путину гораздо ближе Трампу, а Путин гораздо ближе Байдену, любопытно. Но к вопросу о мелких человечках, есть у нас такой Милов, можете про него слышали, он, когда ему в соцсетях указали на то, что ставится накравенство между твитами Трампа и твитами, скажем, Аятол из Ирана, где там разгромим Израиль и уничтожим, Милов ответил, как вообще можно сравнивать все зверства только от Трампа. Тут, знаете, комментарии, как говорится, излишни. Это к вопросу об отечественной оппозиции, кстати. Абсолютно. В общем, в чудные времена мы живем. Иван, у нас еще была одна тема назначена, Куба и терроризм. Да, но на самом деле эта тема, она важная, потому что тут не только Куба, а еще и весьма занимательные связи Байдена, поэтому мы вот сделаем ему такой подарок к инаугурации и в следующий раз об этом поговорим. Спасибо огромное, Иван, и до встречи в следующий раз. Да, спасибо вам, до встречи.